Добро пожаловать на highnews.ru Вы смотрите 64 выпуск нашего проекта «Это интересно» И сегодня мы заканчиваем тему самых необычных источников альтернативной энергии И начнем, пожалуй, с необычного футбольного мяча, созданного компанией Socket Incorporated Его уникальность состоит в том, что мяч помимо своей игровой функции Одновременно является и небольшой электростанцией, вырабатывающей энергию в те моменты, когда футболисты бьют по нему ногой Несколько часов игры и работа светодиодной лампы, встроенной прямо в мяч, обеспечена на целый вечер Вряд ли это изобретение заинтересует кого-то у нас в стране А вот в развивающихся странах Африки подобный мяч может быть весьма востребован А ученые из университета в швейцарском городе Бен пошли еще дальше И разработали миниатюрные турбины, которые приводятся в движение крови человека Благодаря этому дают энергию для работы электрического кардиостимулятора Надо сказать, что выглядит это приспособление достаточно жутковато Да и к тому же возникает вполне законный вопрос А не ведет ли использование этих турбин к образованию тромбов в кровеносных сосудах? Также заслуживает нашего внимания и необычный автомобиль Volkswagen BioBug Использующий в качестве топлива не бензин и не дизель, а канализационные отходы Из которых он при помощи специальной технологии получает метан Идея использовать метан в качестве источника энергии не нова Однако в сфере автопромышленности это выглядит слишком уж необычно К слову, больше всего автомобилей, функционирующих на метане, зарегистрировано в Швеции Там насчитывается около 11,5 тысяч подобных транспортных средств Другой необычной разработкой является уникальный в своем роде турникет в общественном транспорте Японская компания East Japan Railway Company, один из лидеров пассажирских перевозок в стане восходящего солнца Решила сносить каждый свой турникет генератором электроэнергии Так что пассажиры, проходящие через них, сами того не осознавая, вырабатывают электричество для снабжения железнодорожного вокзала А происходит это за счет пьезоэлементов, расположенных в полу под турникетами и зависящих от давления и вибрации Пассажиры наступают на них и тем самым вырабатывают электроэнергию Здорово, не правда ли? А теперь представьте, сколько электричества можно было бы получать, установив подобные турникеты на каждой станции метро Также мы не могли обойти стороной и необычные качели, которые одновременно являются генератором электричества для уличного фонаря С которым они совмещены Эту необычную идею воплотили в жизнь два дизайнера, Лу Янхин и Чен Вэй Это устройство было названо имя Giraffe Street Lamp Днем оно накапливает кинетическую энергию, а ночью превращается в фонарь, который светит до утра Нагопленной за день энергии хватает на 11 часов В качестве освещения используется светодиодная панель На случай, если качели в какой-то день не будут пользоваться популярностью среди детей У них также предусмотрена солнечная батарея, которая восполнит запас энергии А на этом все Пишите в комментариях к этому видео, какая из озвученных технологий, на ваш взгляд, является наиболее удачной Предлагайте свои темы для будущих выпусков Подписывайтесь на канал, ставьте лайки Оставайтесь на хайнюс.ру И помните, знание – сила!